Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСО. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и Сордоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В городе Жаркент Алматинской области выявили первый случай заболевания вирусом COVID-19. В связи с этим в райцентре незамедлительно ввели режим карантина. Соответствующее постановление издал главный государственный санитарный врач района. По информации пресс-службы, заболевшему 31 год. Его состояние удовлетворительное, жалоб нет. Температура тела 36,5. Установлено 15 контактных лиц. Все они изолированы. Проводится эпидемиологическое исследование. Больной госпитализированы в районную больницу села Щелекембекша Казахского района. Как сообщили в пресс-службе Акима области, три случая заболевания подтверждены и в Кигенском районе. Здесь контактных оказалось 12 человек. Этот регион, а также поселок Заречный, также закрытый на карантин. В Капшигайском регионе зарегистрировано 13 случаев заболевания. Самому младшему пациенту всего 9 месяцев. А тем временем почти в три раза снизилось количество преступлений в Алматинской области с начала текущего года. Более 30% из них особо тяжкие преступления. Стражи порядка отмечают, большинство правонарушений на данном этапе связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. Сейчас работа блюстителей закона направлена на борьбу с пьянством. Результаты их активной работы стали 53 человека, направленные в лечебный центр с алкогольной независимостью. С начала года по всем позициям снизилось количество совершенных преступлений в Алматинской области. В общественных местах предприняты строгие меры безопасности и профилактики. В отчетном периоде зафиксировано более 2500 фактов нахождения в общественных местах в пьяном виде. С помощью данных мер удалось снизить количество преступлений по этой категории на 18,6%. Изоляция, введенная в целях защиты, породила новые риски. По сведениям сотрудников департамента полиции Алматинской области, только за период объявления карантина зарегистрировано почти 120 случаев бытового насилия и выдано свыше 350 защитных предписаний. Об этом и о том, куда можно обратиться за помощью, рассказали в ходе онлайн-конференции на площадке антикор-центра. По словам специалистов, если человек получил травму, ему следует немедленно позвонить в 102 или в специальный кризисный центр по номеру 1301. В данной организации жертвы насилия могут получить не только консультацию, но и временную крышу над головой. Стоит отметить, с начала периода карантина 4 матери и 8 детей нашли приют в центре социального обслуживания жертв насилия в семье. Звонит на 1301 на горячую линию. После того мы консультируем юридические услуги, психологические услуги оказываем. После того вызываем инспектора правоохранительных органов, которые занимаются пожертвами бытового насилия. Вместе с комиссионом мы принимаем решение. Если является жертвой бытового насилия, тогда мы проводим специальные мероприятия, чтобы принять данную гражданку к себе в центр для получения всех социальных услуг. Их руками ковалась Великая Победа. В преддверии 75-й годовщины Победы мы расскажем и о том страшном и героическом времени устами тех, кто собственными руками добывал Великую Победу прежде всего для каждого из нас, ради нашего светлого будущего. Герой нашего следующего сюжета Николай Огнев, который в составе почти 11 тысяч житесустцев 18 лет отправился на фронт. В 1942 году тогда еще юного Николая Огнева призвали в ряды советской армии. Только окончив военное училище, он отправляется на фронт на Курскую дугу. Воевал в составе 233-й стрелковой дивизии Степного фронта. В том же году в августе был тяжело ранен. Но вера в победу и любовь к родине помогли молодому солдату встретить Великую Победу в 45-м году. За особые заслуги перед отчизной Николай Огнев награжден Орденом Отечественной войны первой степени и различными медалями за боевые заслуги. «Бежали, нас отстреливают минометы. И я старался попасть между выстрелами. Намечаешь себе место, куда упасть, когда мина взрываться будет». Как и многие другие ветераны, вспоминать военные годы Николай Огнев не любит. Куда приятнее поделиться радостью незабываемого Дня Победы. Когда объявили о капитуляции Германии, признается он. Увидеться с семьей и встретиться с родными в некоторые моменты казалось уже невозможным. Но упорство и героизм солдата позволили ему вернуться на малую родину в Коксусский район. Сейчас он живет с дочерью. И несмотря на свой преклонный возраст, 95 лет, Николай Огнев в здравом уме. В свободное время читает книги и любит пообщаться со внуками. «Командование, когда отправляло документы, кто ранен, кто погиб, ему сказали, что он погиб. Пришла похоронка, сестры вскрыли от родителей, что он погиб. Не верилось, писали очень много везде. Самарканд. И вот там он в этот госпиталь, туда был эвакуирован госпиталь из Ленинграда. Хорошие врачи были, в общем, и выходили его. Но не сразу ему тяжело было. Потом написали уже домой письмо, что он жив, здоров. И тогда уже сестры родителям рассказали. Приехал, конечно, он с ранением, тяжело было ему. К сожалению, с каждым годом ряды ветеранов редеют. 75-ю годовщину Великой Победы в этом году в Алматинской области встречают 64 бойца 4-летней войны. Азаджи Маханов, Рахат Рахимжанов, телекомпания «ЖТСО», Куксусский район. Почти 120 памятников героев Отечественной войны будут отреставрированы в Алматинской области. На эти цели из областного бюджета выделено 150 миллионов тенге. Таким образом, общественность региона выражает дань уважения героически павшим в бою солдатам. Подробности в следующем материале. В Искельдинском районе 12 памятников героям войны. Пять из них требуют ремонта. Каждый из них уникален и имеет свою историю. Этот мемориал, установленный в 1985 году, расположен в Сырымбецком сельском округе. Ежегодно власти района проводят текущий ремонт. Нынешним объект будет полностью отреставрирован. На эти цели выделен 1 миллион тенге. В честь 75-летия Великой Победы мы отреставрируем пять памятников войны. Всё уже согласовано и деньги выделены. Чтобы отремонтировать все пять памятников, нужно 6 миллионов 900 тысяч тенге. Работы сейчас ведутся полным ходом. Помимо реставрации самого памятника, будут проведены работы по благоустройству. Посадка саженцев, побелка, установка фонарей, ограждения и так далее. Кроме того, каждому памятнику будет присвоен QR-код. Человек, отсканировавший его через смартфон, сможет узнать историю объекта. QR-таблички — это шаг в будущее. Во многих странах мира он уже давно имеется. В Казахстане он тоже внедряется последние годы. Многие могут не понять, для чего они нужны. В случае, если у вас смартфон, можно просто скачать приложение QR-код через Google Play или App Store. Затем активируйте приложение и подводите камеру к табличке, и всё. Информация уже у вас на экране. Всего в Алматинской области имеется 238 памятников участникам Великой Отечественной войны. 119 из них подлежат ремонту. На 16 будет проведена полная реставрация, и ещё 103 пройдут текущий ремонт. Дамир Анитов, Ильдана Сарсембек, Ержан Гдюсен, Телеканал ЖЦУ. У жителей сёл Кргаулдэ и Жанатурмы Скоросайского района возникла проблема с питьевой водой. Ранее, 25 апреля, жители этих населённых пунктов пожаловались на перебои с обеспечением живительной влагой. На место ЧП выехали специалисты, чтобы разобраться в проблеме. 24-25 апреля из-за обильных осадков появилась угроза засорения магистральных внутрепоселковых трубопроводов. Поэтому подачу воды временно приостановили, что вызвало возмущение у потребителей. На место сразу выехали специалисты, проведены монтажные работы. И на сегодня подача воды восстановлена в полном объёме. Однако, как выяснилось, проблема тревожит местное население не первый год. Ответственные лица говорят, что одна из причин дефицита воды – нерациональное использование водного потенциала. Уверяют, что жители питьевой водой поливают рассаду. Отсюда и возникают перебои. Однако перекладыванием ответственности не решишь проблему. Усложняет положение зависимость от алматинской компании. Чтобы раз и навсегда устранить проблему, Акимат Алматинской области намерен построить отдельную линию подачи воды от Оксайского водозабора. Акимат Алматинской области в целях решения проблемы водоснабжения села Джанатурмыс в 2019 году была построена первая очередь системы водоснабжения на сумму 396 миллионов. На вторую очередь разрабатывается проектно-сметная документация. С областного бюджета было выделено 13 миллионов. В этом году планируются строительно-монтажные работы. Во втором полугодии будет пробурено две скважины и построены водопроводные сети оставшихся улиц села Джанатурмыс. Мы пробурим две скважины, которые полностью решат водоснабжение этого поселка. То есть мы не будем зависеть от Алматы-Су. То есть у него будет собственный источник водоснабжения. Беспокоят сельчан и другая проблема, связанная с водной стихией. Из-за переполненных мусором моряков затапливаются улицы. Сейчас ведутся работы по их очистке и разъяснительная работа среди населения, так как немало заторов происходит на частных территориях. Чтобы и впредь не возникало подобных сложностей, ситуацию Акимобласти взял на личный контроль. Елеман Раимбеков, Айдос Калиев, телеканал ЖИЦУ, Карасайский район. Несмотря на режим карантина, работы в сельском хозяйстве не останавливались ни на минутку. Такому решению посодействовал глава края Амандык Баталов. Понимая, что аграрный сектор кормящий, Акимобласти принял все необходимые меры для поддержания жизнедеятельности сельхозсферы. Кипит работа в этом направлении и в Кигинском районе. Здесь планируется засеять 7100 гектаров посевных земель, что на 500 больше, чем в прошлом году. Крестьянское хозяйство Аманди завершает период посева и чменя на 80 гектарах земли. Страх не закончить посевную кампанию был, но все обошлось для фермеров благоприятно. Более того, хозяйство опережает прошлогодний график посева на целую неделю. Этому поспособствовала и хорошая погода, и отсутствие барьеров в процессе работы, делится у Розала Умаров. Зимой у нас в Каркаре снега много, поэтому земля плодородная и ожидаем хороший урожай. После зерновых будем сеять картофель. Через Каза Агрофинанс закупил четыре новых трактора. Техника в достатке, государство помогает. За текущий сезон крестьяне Кигинского района намерены освоить 7100 гектаров посевных земель. Из них 4,5 тысячи зерновых культур, 2600 гектаров картофеля и оставшиеся 300 отвели под овощи и фрукты. Доступны и цены на дизельное топливо – 165 тенге за литр. Также в этом году ряды сельхозтехники пополнились 10 современными единицами. Руководство области сделало все возможное, чтобы не возникало трудностей у фермеров, говорят ответственные лица. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, сельхозтоваропроизводители работают в полную силу. Мы оказываем всяческую помощь. Есть субсидии, налажены поставки топлива, техника доступна под лизинг, спрос на продукцию высок. В первую неделю мая начинается посев картофеля. Фермеры района преследуют грандиозные цели – превратить местное картофелеводство в бренд, узнаваемый по всему СНГ. И все предпосылки для достижения поставленной задачи есть. Тому подтверждение – слаженная работа государства и аграрьев. Более 700 гектаров планируют освоить в этом году одну из крупнейших хозяйств Алакольского района. В крестьянском хозяйстве Нусипов в этом году увеличили посевные площади почти в полтора раза. Руководитель товарищества – депутат областного маслехата Канадхан Нусипов. Предпочтение в этом году отдает сои, пшенице и сахарные свекли. Сейчас на полях идет горячая страда. Работы завершены почти на 95%. В целом в Алакольском районе посевные площади в текущем сезоне составляют почти 85 тысяч гектаров. Большая часть из них отведена под зерновые и масленичные культуры. У нас все идет по плану. Все работы завершим уже на следующей неделе. Никаких проблем нет. Это благодаря руководству области, которая организовала для нас зеленую коридору на блокпостах. Технику и семена получили своевременно. На сегодня в моем товариществе трудятся 30 человек. Никого не сокращали и не будем. На селе рабочие руки нужны всегда. А тем более специалисты, знающие технологию СЕВА, умеющие обращаться с техникой. Поэтому сохраняем всем заработную плату. В отделении интенсивной терапии больниц Великобритании начали поступать дети, у которых проявляются симптомы острого воспалительного синдрома. Он может быть связан с заражением коронавируса. Но это может быть и иная инфекция. Этиология которой не установлена. Педиатры, работающие в стационарах, говорят, что состояние всех детей тяжелое. А проявление болезни выражается высокой температурой, низким давлением и затруднением дыхания. После анализа в COVID-19 был подтвержден лишь у нескольких маленьких пациентов. Врачи пока без понятия, с чем столкнулись. Но обещали выяснить природу напасти в ближайшее время. В Испании от последствия COVID-19 за минувшие сутки скончались 325 человек. Общее число жертв превысило 24 тысяч. Хотя отмечен некоторый рост смертей по сравнению со вторником, когда был зафиксирован 301 летальный исход. Испанские врачи оценивают происходящее весьма позитивно. Испанское правительство представило также план поэтапного снятия ограничений. По словам премьера Педро Санчеса, если не произойдет ничего неожиданного, то в конце июня страна вернется к нормальному состоянию. Хотя в некоторых регионах, в зависимости от ситуации, процесс может и задержаться. Беженцы-волонтеры помогают заболевшим коронавирусом. Мигранты прибыли в Португалию 8 месяцев назад. Тогда Италия отказалась принимать на свои территории спасенных в море нелегалов судна Sea-Watch. Настал их черед оплатить за доброту местным жителям. Беженцы записались в волонтеры и теперь поддерживают тех, кто оказался в непростой ситуации в связи с распространением коронавируса. Всего на кухне, организованной в одной из школ Браги, на севере страны, трудятся 5 мигрантов-волонтеров. Только за последний срок здесь было выявлено свыше 9 тысяч обетов. Многие сюда приходят, так как остались без работы и денег. К новостям области «Мы вместе». Инициатива Ельбаса Нурсултана Назарбаева по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения находит большую поддержку со стороны меценатов Алматинской области. Только за один месяц помощь в виде продовольственных корзин и медикаментов получили около 10 тысяч семей региона. Ежедневно волонтеры области развозят продукты сотни семья. И на этот раз помощь оказал один из бизнесменов Талдыкургана, пожелавший остаться инкогнито. Если с дома не можете выйти, наши волонтеры могут вам привезти. В колл-центр фронт-офиса Миром-де-Житсу по регионам Алматинской области ежедневно поступает свыше 50 звонков. В Талдыкургане же количества обращающихся вдвое больше. Если одни просят помочь с медикаментами, то у других элементарно отсутствуют самые необходимые средства к существованию. В числе нуждающихся оказалась и семья Рахимовых. Большое-большое спасибо за то, что приехали, привезли помощь. Я очень сильно нуждаюсь, если честно, потому что переехали недавно, работы нет. Детей у меня 8 человек, 5 раз своих, 3 внуков. В первую очередь сотрудники колл-центра проверяют поступившие заявления на достоверность, говорят специалисты. Затем составляется список действительно нуждающихся. И только потом приобретенные благодаря спонсорам и расфасованные в коробке продукты первой необходимости доставляются адресатам. В зависимости от просьб звонящих колл-центр 404 и 404 мы помогаем всем. Но поначалу были случаи, когда мы привозили продукты чуть ли не в хоромы. То есть у некоторых людей такая позиция. Раз помогают всем, почему бы и мне не урвать? Но ведь неравнодушные люди хотят протянуть руку помощи именно тем, кто в этом нуждается. Сейчас ведь процесс уже урегулирован. С начала текущего года волонтёры раздали социально уязвимым слоям населения свыше 19 тысяч продуктовых наборов и почти 50 тысяч масок собственного пошива. Помимо этого, только за несколько дней Рамазана они обеспечили Ифтар более чем 200 постящихся. И поддерживать верующих будем до конца месяца Рамазан, говорят представители молодёжного объединения. Айнур Мирханова, Нуржан Муканов, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. Службы ЧАЭС, полиция и лесничьи объединили усилия в профилактике пожаров. Сейчас под их пристальным вниманием находятся все потенциально опасные зоны, большинство из которых находятся в предгорной и горной местности. Для этой работы они используют конные и вертолётные патрули, рассказывает Антон Хатиновский. Год текущий уже отметился в сводках пожарных не только возгораниями в домах граждан и на производственных площадях, но и на охраняемых территориях. На сегодняшний день в лесоохранных зонах произошло 15 пожаров, на общей площади более 7 тысяч гектаров. В основном горела сухая трава и кустарники. В целях профилактики в труднодоступных районах было решено создать конное патрулирование. В чрезвычайном положении, в условиях карантина проводятся рейды совместно с местной полицейской службой, а именно с инспектором, природоохранным инспектором, а также с сотрудниками лесного хозяйства. В ходе рейдов были обхвачены все лесные массивы, в ходе которого была установлена одна семья отдыхающая. Им, сотрудникам местной полицейской службы, было вручено предупреждение. В основном на охраняемые территории отдыхать выходят жители близлежащих населенных пунктов. Тем самым они нарушают сразу несколько запретов. Из-за беспечного обращения с огнем зарегистрировано более 4 случаев загорания сухого травостоя на площади более 300 гектаров. За каждым участком у нас есть закрепленные сотрудники, которые проводят ежедневное патрулирование. Особый упор мы делаем на профилактику, в связи с чем проводим встречи с работниками крестьянских хозяйств и со школьниками, которым разъясняем правила пожарной безопасности. Имеются на пожароопасной карте и труднодоступные участки в высокогорной зоне, за которыми ведется наблюдение с воздуха. Вертолеты Казавиаспас здесь главные помощники. В целях профилактики пожароопасного периода департамент МЧС Алматинской области проведено аэровизуальное обследование лесной зоны горного массива Житсу-Алатау. По итогам аэровизуального обследования возгорания на территории лесных зон не выявлено. Сотрудники противопожарной службы в очередной раз напоминают необходимость соблюдать все правила безопасности, а в случае возникновения огня незамедлительно сообщать по телефонам 101 и 112. Антон Хатиновский при содействии пресс-службы ДЧС Алматинской области. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь дома. Продолжение следует...